Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Разве что действительно сильные линии какие-то Но АВП отвечают Дазлом, Спиритбрейкером Опять будет Спиритбрейкер Но на этот раз на роль Сейвера взяли не вот этого Оракула С его Модными спылами А более что-то классическое Дазла С Грейвом и ультом на всех Попроще героя будет в общем Да и вообще довольно эффективный Да и посильнее он будет Если уж откровенно говоря Ну да, у него Как бы несмотря на то, что у него один спел Вообще практически юзлес Этот Poison Touch Его Shallow Grave Shadow Wave И Veve Это Три очень крутых спела Poison Touch Сейчас Опустили монокост На первом уровне до 70 Ну на всех уровнях стал 70 А раньше было что-то типа 100 Поэтому без Грейвая играют В общем 198-70 по-моему раньше был То есть снижался со временем Теперь на первом уже сразу 70 И как скилл, который гоняет на линии Взятый на один Он очень неплох Поэтому Можно брать на единичку и гонять Банин Darkseer и Hellraisers Потому что испугались Знаменитой комбинации Darkseer Spirit Breaker от Virtus.pro Да, это действительно хорошая комбо Ну, бои умеют исполнять Так, ну и здесь Beast и Inwalker в бане Такой Ну, Inwalker мы уже вчера там Насмотрелись Испугались немножко Вот этих вот самонов Дополнительных Еще под Broodmother Где будут еще кабаны Пауки Там много всего Inwalker сейчас просто становится Модным персонажем Которого некоторые команды Вообще на ферст пик забирают Поэтому Не грех его подбанить Hellraisers думают Сэфа нет, Inwalker нет Кем играть Афоне? Может быть Пак? Может быть Пак Он по-моему играл уже На этих отборочных Ну Пака достаточно сильно подняли Все-таки его можно использовать Но большинство команд Стараются уже долгое время В мид брать героя Который не просто может быть полезным В начале-середине игры Но и быть полезным В лейтгейме Вот типа Рейзер Тоже один из таких Конечно персонажей Но не рановато ли Не рановато ли Рейзера? Ну да Тут пока еще Не против кого-то Он не заезжает Ни Бару Ни Дазла Но единственное Против Бару Он неплохо смотрится Бару как только разгон На него берет У него срабатывает пассивка Такой Сигнал Да Но может быть Уже заподозрили Заподозрили Hellraisers заранее От Virtus.pro Героев типа ДК Либо же Вайпера И уже заранее Взяли Разор Так вот Чтобы не было желания В Virtus.pro вообще ДК играть Да и Вайпером тоже Ну и как-то ВП тоже призадумались Прям вот этот Третий пик Он поставил в тупик Что одних Что других Все бонусное время У нас улетает в трубу Видимо ключевой Ход Ну да Команды выбирают Куда им двигаться Хотя Hellraisers Туру своей брудой выбрали Как бы куда им двигаться Наверное Изначально Но в Virtus.pro было такое Открытие пика Слишком Дефолтное С которого можно Очень много всего сделать Спиритбрекер может быть И саппортом И хардлейнером Можно сыграть и агрессивно И затянуть в лейт В общем по-разному Можно ФНГ сейчас решает ФНГ сейчас решает Окончательно Как же играть Но конечно все время Традится Это Лина Все-таки это будет Агрессивная игра Это будет Лина в миде Спиритбрекер будет По кулдауну бегать Скорее всего Спиритбрекер на харде Думаю я Что будет так Ну и Ашера Им еще нужен Один саппорт И им нужен Герой Против У меня такое ощущение Что все-таки Против Лины Какой-то Разорта против Лины Очень посредственный Персонаж Тяжело ему стоять Он не любит Большие радиусы Атаки Кастующих Вот этих вот Набежать На нее не получится Она там Дастан Слейф Пару тычек с руки Ты уже Не будешь думать о том Чтобы дэмэдж высасывать Ты уже будешь Почти мертвый В то же время Просто стоять Разору не очень удобно И особенно против нее Но посмотрим Что сейчас Как придумают Пока что ВП еще остается Герой против Бруды Но огромное количество Этих героев Панда Тайт Легион Они все еще доступны Сен Кинг Это уже 4 А бан всего остался 1 Да Так что там Виртус Про Если захотят Сыграть именно через героя Которые 1 на 1 Стоят против Бруды Таких они героев Найти могут Великое множество И сыграть так и не могут Потому что Дазл Спирит Брейкер Плюс Один какой-то герой Опять же Герокоптер все еще доступен Хотя Разор против Герокоптера Как бы и хорош Но на самом деле Это палка о двух концах Но могут пойти Естественно Сложную Виртус Про И Спирит Брейкер Будет все сложное Просто бегать Постоянно в миддл А Против Бруды Будет стоять Соло какой-то герой Тем более Дизраптор Достаточно слабый Саппорт на линии Можно этим пользоваться Дизраптор Это вам не Не петух Какой-нибудь Ну да Дизраптор Не петух И гребни у него нет Такой только легкий хохолок Так Ну и что Свен Ну это не один на один Против Бруды Во всяком случае Не с начала игры Ему нужно будет Приподняться Вначале Для того чтобы Стоять против нее Потом Но Интересный вариант Вообще Свен в принципе Вариант интересный Против Разора Конечно Как правило Свен там влетает И буквально С первых секунд Объясняет Но если этого не получилось И Разора посадил на поводок То весь ваш потенциал Атакующий Упущен Прогажен Ну тут вообще Да То есть И против Разора И против Бэйна Это тоже Сомнительная такая штука Потому что Свен на острие Всегда ножа Находится в драке Естественно Он где-то в самом центре Врывается И Бэйну Особенно с Линзой С этой новой Поймать Свена так Чтобы Бэйну Не сбили еще и ультимейт Достаточно просто Ну вот Рубика забанили Как раз Да вот его забанили Потому что Это неприятный Герой против Бэйна Но не знаю Пока в Вертус Проне Все становится Не очень понятно Лина может В итоге оказаться И саппортом В принципе Будет очень сильная Тогда линия Но с другой стороны Зачем такая сильная линия Против Бруды Хватит и послабже ВК Врейс с Кингасом Интересно Я хотел сказать Мне что-то подсказывает Что Хэлл Рейзер Хотят в мид Еще взять героя А не на легкую Видимо это Путш В миде Просто сейчас придет И будет Это же тот самый Путш Которого кстати Нехило апнули Ему теперь Не нужен Аганим Чтобы отхиливаться От ульта А Аганим Теперь ему дает Какой-то невероятный Вообще Кулдаун На хукшот Ну да 4 секунды Это очень жесткий На самом деле Баф Потому что Там еще и Дэмэдж поднимается Без Аганима 360 С Аганимом 475 чистым То есть 475 чистого урона Это как у Ульта Квин оф Пейн Фактически Без Аганима 16 уровня О, Шадоу Демон Интересный Кстати говоря Такой герой Ну спасать от Пуджа Спасатель от Бейна Спаситель Малибу Да Пудге Пудге И Шадоу Демон Вообще Интересные У нас тут Конечно Варианты Так Быстренько Быстренько Сейчас Для начала Мы Приведем В порядок Так это Кэрри Пудж Кэрри Пудж От Ибаха Это Соло мид Все таки Разор От Афони Шачло На Бруде Андер Шок Бейн Годем На Дисрапторе Лил На Дазли ФНГ На Шадоу Демон Опять два каких-то Супер сейв Саппорта Таких Да Ну вообще На месте Хэлл Рейзерс Если так подумать Самое грамотное Было бы Ставить Бруду На легкую Пуджа в мидл И Триплу с Разором Против Свена Хотя там опасно Может быть Потому что Шадоу Демон И Дазл Это очень большой урон Казалось бы Два сейвера Но вот Если говорить О первых Каких-то уровнях Дисрапшн Плюс Хил Это Огромный дэмэдж Да Там по иллюзиям Заходят Я тоже Вспомнил О этой комбинации И окружиться Легко Довольно таки Так Интересные дела У нас Ну Действительно Интересные Пуджа Не каждый день Мы видим Хотя Вот Его апнули Может быть Дэнди Теперь на Пуджика Сядет Донди На Пуджи Ждем Новую эру Да Новая эра Слишком много По-моему Уже было Ну и что там У нас Одну минуту Попросили Ашер Капитан Видимо Не выдержал Этого Пика Пуджа Психанул Не может Прийти в себя Ему бьют По щекам Там Все будет Нормально Гол Ну давайте Уже не томите Блин Хочется посмотреть На то Что у вас Получится А практически У них ничего Не получится Ну Ладно Поржем Хоть Хоть Поржем Ну Бруда идет Все таки Сложно И будут Дефолт Играть Да Будут играть Дефолт Разор Закуп Тоже В мидл Закуп Дефолт И на легкую Ну Пудж Который Кэрри Видел я пару раз Такую историю Блэк играл В свое время За разные команды Пуджом Кэрри Как ни странно Вот Казалось бы Блэк любить Или пофармить Но именно на Пудже Он играл Очень агрессивно Очень неплохо Получалось Но больше я почти Такого не видел Ну и Нави Там Дэнди Но это было Очень давно И неправда Так Здесь Лилу усыпляют И пошел Сонный отсос Сонный отсос В Лилу Еще вернули Года Лил в итоге Лил бы Ну мог бы Грейв на самом деле Прокачать И сейчас еще и не умереть Я не знаю Почему он не стал Этого делать Хил мог прокачать Потому что Его не развести На вкачку Какого-то Ненужного спыла Грейва Не будет До четвертого Просто Учитывая Что его забирали Уже где-то здесь Последней тычкой И Пудж уже Его даже не догонял А даже Если Пудж его и догонял То можно было Дать себе Грейв пойти Заманить под тавер Там блин Даластанчик И типа Бах-бах-бах И все такое Но Непонятно Как-то Подзалип Интересно С Пуджом То что Новые какие-то Точки у нас Открываются Совсем Ну С новой картой И можно Из всяких новых мест Я уже представляю Как лучше Вот отсюда С этой горы С левой Сукает Кого-то на первом уровне С руны Как раз Ранжа хватит По идее Ну да Но там же Это не очень круто В том плане Что герой Получает По-моему Возможность ходить Сквозь ХГ Когда его На такие горки Затаскивают Нет Уже есть обычный вход Поэтому нет Ну-ка А, лол Здравствуй Майл Штормс 686 Ничего себе Слушай Вот это Это просто Оргазм Эта горочка Она реально Офигенно смотрится Ты еще не видел ее Что ли? Нет, я ее первый раз Секретная гора Просто потрясающе Я теперь буду Только на нее смотреть Там игра Игра идет Но она Она мне От него гор Какие ступеньки Я поставлю сюда вард И буду смотреть на него В режиме таком Типу От первого лица Ну короче Да, крутая горка И да И слушай Это вообще Это все меняет Это все меняет Ты к этому Ты и сказал Что оттуда он тянуть будет Я даже не понимаю Естественно Иначе как он туда попадет Ну его конечно Мог бы Тинни туда Закинуть Сначала Кин оф Пейн Блинкается Потом Тинни закидывает Пуджай Не, но он же не может На союзную закинуть Как не может? Может? Конечно может А, ну точно Да Он же этот Он же кидает на своих Выкидывает Да, да, да Так что все Все можно Дота Она дает тебе Возможность И комбинировать Так, у Андершока Огромные проблемы Могут быть Он сейчас просто Может лопнуть На самом деле Но у него тоже Есть второй левел Он отсасывается И? И КУРА Вот это Ваяж Просто КУРА Бежит КУРА Бежит О, сейчас год еще И может погибнуть Живет на Ферри-Файре 71 хп Да, он бы умер Зато ФНГ умер. Да, Virtus.pro я смотрю в пике формы, все скатают. Особенно ФНГ, который не просто погиб, за ним вот этот осел пошел просто по самому долгому маршруту. Причем, ты знаешь, что нес осел? Он нес один обсервер в арте. Он хотел его поставить в оба на эту гору, чтобы ты смотрел. Да, возможно. Ну, теперь мы смотрим на умершего осла. Да, ну, тем временем, Путш, кстати говоря, неплохо фармит. У него хороший крипстат. Да и еще бы, 6-2 урона, хорошие статы. За каждое левел ему еще по трешке капает. Хорошо, что хоть Путш неплохо фармит, да? Если бы Путш плохо фармил на фрифарме, это было бы совсем печалька. Но там Бруда, ее как бы не особо трогают, потому что против нее все-таки Свен и Дазл. И, в принципе, тут на них пофигу. Скорее всего, ушать, что тут будет в итоге все очень неплохо на этой линии. Так, ФНГ. Забузил Боттл. Отдал его. Курьер, кстати, уже рейстится через минуту. Ну, неплохо. Андершок, кстати, нашел руну, так можно использовать. Да, ведь маны мало стоят, скиллы. Вообще, скиллы маны не стоят. Вот, блин. Просто 35 маны Брэйн Сэпп. Что? 85 маны Найт Марр, ничего себе. 35 маны Брэйн Сэпп. Это какая-то черная пятница просто. Когда все в очереди встают, вот эти первые 10 покупателей, там, 90% скид. Здесь что-то типа того. Фобос находит Андершок, можно и из него высосать, что им... Да, говорит, иди сюда, у меня тут 35 маны стоит скилл. Ну-ка, тебе еще и поспи. Так, ну так все, Фобос тут приплыл. Да, ему конец. Да, все. О, здравствуй. Сирилл стоит, он не понял. Что? Да, Андершок в итоге три раза высосал по 35 маны. Все за 35. Ну, неплохо, неплохо. Да, и все, закончилась эта руна. Ну, руна действительно дикая получилась для такого саппорта, как Бэйн, у которого все-таки монопол не маленький, но супер дорогие спилы, и когда они становятся дешевле... Ну, у него на самом деле брейссап не такой уж дорогой, а вот Найтмара это просто конец какой-то. Но за 35 маны, ты знаешь, это как Квилин Спрей у Бристлбека просто ходишь и плюешь во всех. Да, да. Вот, это вообще получается супер дешевый. Разгон на бруду. Но, как хорошо тут прочувствовал... Нет, не особо прочувствовал в итоге, но и... Да, это... Прочувствовал молоток на своей спине. Грызет, грызет ФНГ и фидит пауками, фидит, фидит. В этот момент в миде на годы напали, но его просто слепанул Андершок. И сюда уже стянулся Даззл. Андершок повесил на голову мешок. Ну, хорошо, он отыгрывает, он реально много движухи создал для соперника, и в итоге ну, 3-1 Ашера ведут, вот только этот фраг на бруде удалось сделать. Путш там тем временем уже имеет третий хук, горелку в 3. Сейчас появится у него дисмембер. Что он будет делать? Интересно будет посмотреть. То есть, как бы, Путш, который фармит, это... не тот Путш, который мне нужен. Это фармящий Путш. Непонятно. Тут интересные вещи у Фобуса происходят в игре. А чё у него происходит? Ну, он просто стоит в рожпите уже секунд 30, наверное. Он высматривает цель для нападения, находит в итоге он. Брутку он даёт очередной даст, Брутку станет и Брутка ещё и не умрёт. Брутка, Брутка... Ой, баш! Какой баш! И ловит Путша! И, кстати, Путшу сейчас может быть неприятно. Нет. Всё. Путш... Путша вынагида. В это время коду убивает, потому что там у него нападает толпой, но, смотри, не хватает дамэджа. Тут ещё и Лил был. И на развороте. У него-то Грейп есть. И на развороте сейчас. А Путш убил жадов демона. Вот так вот. Насадил на хука. Да ладно. Да? Блин. Как-то это быстро произошло. Внезапно. Пока там все развернулись. Слушай, это такой был контр... Это был коварный план. Бруда подставляется, все её убивают. Путш типа летит, но не успевает. А на самом деле в это время выход в мид, но он тоже фейковый. Ой-ой-ой, как много маленьких зверей! Боже мой! Ой-ой-ой, как много маленьких зверей! Ой-ой-ой, они убили. Они убили Кенния. Боже мой, они убили Северно. Что делать? Как? Смотри, они побеждают Пуржа или Путших? Путших побеждают. Путших одолевает. Он завонял всех здесь. Очень жёстко. Путш сыграл сомнительно. Вообще, он мог упражать манго и захукать Северно сразу после Дисмембера. Или наоборот сделать. А бутылку там нельзя пить во время этого? Нет. К сожалению, нет. Я не помню, что-то можно было делать. Не помню, что-то. Можно начать пить бутылку, а потом начать жрать. Ну да, но он уже там слишком всё быстро было. Он нажал жрание. Он тоже увидел кучу... Он линзу собирает. Смотри, первым артом. Хукай! Свой разор. Хукай врага тогда. Линза. Это рейндж-хукак 1500. Да ну... Это как-то слишком сурово. Да, и Дисмембер получается сколько там. Ну, в общем, больше намного. Ну, побольше, да. Он скорее поприятнее такой будет. Можно будет кого-то подгрызать. Но здесь больше, мне кажется, хук такой просто огромный. Хук вообще из другого конца карты на тебя начинает вытаскивать. Огромный хукище. Стрёмно жить. Да, Линза-то скоро будет у него что-то там не так много. Ну, она супер дешёвая, особенно для Кэрли. Так вот он заходит. И поехал! Блин, это было близко. Ну-ка, заслипали его быстренько. Так, и... Сначала заслипать, наверное, а потом кидать хук. На-ка тебе. По лицу. Да, 4-2 по-прежнему у нас продолжается. Это увлекательное противостояние Пуджа и команды Virtus.pro. Пока что команда Virtus.pro справляется, но Пудж опять спускается по этой супер-секретной горке в этот момент. Бара набегает. Сейчас будет драка. Бара вовремя остановился. Бэйн готов кого-то подслипать. Уже Пудж идёт. В Virtus.pro просто бегают в пятером. Непонятно. Все бегают в пятером. Это странная очень игра. Очень сумбурная, но HR ведут в ней. У нас пока под их дихтовку всё происходит, но Свен всё-таки фармит. Свен какой-то топовый нетворс. И может быть Сален здесь и разберётся в итоге. Так, Пудж занял позицию за Брудой. Бруда мешает ему паучками элегантно. Тут да, тут тяжеловато будет хукать. Свои шпуки мешают. Ну всё, Пудж встал просто. Он ничего не делает, но может быть он пугает. Но никто не знает где он, поэтому все боятся. Посмотри Virtus.pro они вот Горд Смита просто ушёл, потому что, понимаешь, Тёртов Пудж на барабане. он отыгрывает хорошо. Да, его нету нигде и это само по себе уже стрёмно. Да, он всё ещё не показывается, всё ещё не видно. И прям видно, как в ПП, ну просто они в страхе, в ужасе. Вот их вижен. Вот просто посмотрите, вы играете против Пуджа. Страшно? Стремно вообще. Ну на миде ещё как-то можно более-менее себя чувствовать. Там два ворда. Да, но с другой стороны, если он смог нажал и куда-нибудь сюда поднялся, и вот Готт уже тоже боится ревишен, такой-то будет блин, в любой момент. Хотя вот сейчас это просто Дэнди уже три раза бы хукнул его. А вот теперь он не боится, но Пудж как раз в смаке зашёл. Пудж в смаке. И вот он видит Фенга. И добрый день. Вот! И всё, он как-то говорит, блин, он всё это время здесь стоял походу. А его тут не было. И теперь это Покер начинает. И сейчас Пудж улетит вниз. Боже мой. И он остался наверху. Он преследует Лину. Но Лина не не дура. Он спалил сейчас по варду теперь. Ну, забрал хосту зато. И знает, что он ещё более опасен. Дисраптор тем временем шестой получил сверху на его лайне. Нормальный ему вообще. Так он там фрифармит. Он уже по натворцу потихоньку. Да, потому что все думают, а вдруг Пудж настолько хитёр, что он остался на линии и прикрывает Дисраптора. Короче, реально этот Пудж это просто... Да, то есть ты не знаешь, где он может оказаться. Видишь, как Готт стоит на миде? Жмётся к правой стороне, потому что понимаешь, что слева может Пудж хукнуть. И вот он уже бежит. Спасаемся это Пудж. О, всё, приплыл, кажется, Пудж. Ну, фиг знает. У него хоста. А он просто убегает от них. Он всех развёл. И сейчас ещё на развороте. Вот Бэйн, правда, не развёл никого. Бэйн развёлся. Оп! Здорово! И поедает. И съел. И просто что делать? Чёртов Пудж на барабане. Всё, сейчас ещё и Фобус убрёт, его вернут, конечно, поставят все скиллы и ещё один килл. Слушай, это 4-0, это он сейчас, когда начнёт флэш-хип качать, а у Телинза подъехала. Да, когда он начнёт флэш-хип качать, у него будет бешеный резист из-за того, что у него Линза, и у него станет ещё больше статов. Да, там сила уже начинает очень плотно наваливаться. А ульта уже от силы работает без аганима? Или... да, чем больше у тебя есть множество... Ой-ой-ой, Сайлент сейчас чуть не попался, он, по-моему, даже не увидел этот хук. Да, должен был. Он что, ослеп, что ли, по-твоему? Сидел, играл в доту и ослеп. Ну, что-то он остался здесь. Он же не пил самогон какой-нибудь, чтобы ослепнуть, а доты вроде нет такого эффекта. Ну да. Ну, неплохо, неплохо Пуджевский тут раскатал. Так, но это еще не конец. Пудж пока очень хорошо себя чувствует, но вообще Ашер чувствует себя не настолько здорово при всем при этом, потому что Свен начинает в этой игре чувствовать себя богом. Он понимает, что, в общем-то, все где-то бегают, а он просто может фармить. Он фармит, он уже очень много нафармил, и сейчас будут пытаться... А тут Пудж, ты посмотри на эту хрень! И Дисраптор, о боже. Все, это конец. Это Пудж. Он ест! Он просто ест тебя! И сейчас еще хукать будет Пудж. Боже мой, как же он замайнгеймил-то, а и Фобоса тоже заслипали. И сейчас еще будет как раз ультимейт, и Статик Шторм, и Лил еще заходит к него, но успеет дать Грейв, дает Грейв. Да, и можно Пуджу-то этого и убить. Убить его! Минус армор, хорошо работает, Пуджа забирают, но он успевает забрать перед этим Спирит Брейкера, Лил догорает, его возвращают минус Лил. В итоге Пудж умирает, но это минус 4, боже мой! Что творится? А где Шадоу Демон там вообще отъехал? Да, Бруда его сгрызла на нижней линии. Как в итоге... Вот помнишь, я говорил минуту назад про хитрый план, который мог бы быть? Где Пудж стоит за дизраптором? Пудж стоит за дизраптором все это время. А он... Но он очень круто, конечно, угадал с местом атаки. Прям, я не знаю, прочувствовал или угадал или что-то еще. Угадал, да, в какой-то степени. Я думаю, что Virtus.pro тоже были удивлены и реакция была из-за взяты. Он что, дурак, что он тут стоит? Ну, извините. Он оказался умнее. Прошли в Рудов. Ой, ой, сколько денег ходит. Ходящие деньги, а? Она бежит. Они не знают, кого убивать. Смотри, кто круче, бруда, или куча этих пауков. Так, встану через 5 секунд. Ой. И что ты, просто два баши подряд. Как же больно. Просто запинали ее. Кстати, Пуджела уже имеет... Она без сапога. Вот что она такая. 6, 6... А, без сапога. Ммм, понятно. Пуджела уже имеет 6 киллов и это уже... Даже первого уровня флешки получает и уже 6 сил дополнительной. Так, он готов тянуть сайлант, но сайлант здесь не один, поэтому Пуджу нужно... А, Пудж вообще стоит на варде. Очень круто. Такой хитрый вард. Да, пингует, что он где-то там, но он... Нет, как он может быть там, он же выше. Смотри, какой радиус. Просто у Хука. Да, радиус, конечно, просто жесть. Кошмар. В общем, радиус у Хука почти такой же, как радиус обзора варда. У варда 1600, а у Хука 1500. Кошмар. Так, ну теперь хотя бы знают, где он находится. Он делает телепорт, видит ли это. Могли не увидеть, а могли и увидеть. В итоге он на миде. Оооооо. Так, это вообще возможно, и Ландершок поможет здесь делать этот килл, конечно, да, и... Ну, это фантастика. И ещё цепляет одного. И хук, и ФНГ, и Люзи мне не успел. И Суан, и Годем здесь может успеть раскастоваться. Ой, Савин, хорошо. С блинка. И ещё прозорщику, но нет. А Путч-то уже здесь? Как он зацепил Года? Он уже не попал в виде хуком, но Год на него как-то насадился в вагоне. Год как рыба, он капюшоном зацепился. 10 стаков. Каких стаков? Нет, 10 силы просто. 10 силы, да. 8 стаков. Почему, кстати, 10 по одной ожидают? Что за фигня? Я что-то не понимаю. За развод. Почему? Смотри, подожди, у него 7? А может быть, ему же дают, вроде как, за любое убийство, даже если ассиста нет. Может быть, он где-то ещё два раза был рядом и защитил асс... А, может быть, да. Насколько я помню, там вообще, в любом случае, если он просто стоял и смотрел на то, как кого-то насилуют. Ну вот, у него уже 10 силы, и это первый атак уровень. Да, это худший танец опасным. И он уже начинает фармить Аганим. О-о-о, а там будет 4 секунды кулдауна и дэмэдж 475, а радиус 1500. Да это что-то попахивает имбалансом. На КБ, боже мой, только не это. Пуджи так самым пикабельный герой в доте, зачем? В пабликах теперь просто все будут драться за пуджаев. Типа, я на пудже? Нет, я на пудже. Дай, давай поиграть. У меня есть хук там. Так, так, пошел. Кстати, годдэм купил себе линзу. И это глимс теперь с ренджом 2000. Что-то линзы в тренде у нас, кажется. Я чувствую фикс линзы. Кстати, шторм, кстати, который очень издалека кастует. Пошел ФНГ, полетел, ФНГ сгрызли. Я полетел, вот, собственно, Бэйн, который просто ловит Свена. Правда, Фобос отлично здесь за него разгоняется. Но здесь уже пудж. Здесь уже пудж, и он говорит, иди сюда, ты. Ну, вытягивает Даззл, потому что Свен умирает. И в итоге Даззл еле живет. Возвращают Фобоса очень далеко. Пудж продолжает гореть. Еще хукает, не того, догорает пудж в итоге. Никому ничего не отдает. Да, вроде пуджата убили, но годы тут тоже сейчас убьют. Потому что здесь бруда очень сильная. На попытке ТП. Минус. Ну, отличная драка. Начали все очень здорово. Пудж хукнул шадоу демона, шадоу демона не сделал ничего. Минус 5 в итоге в двоих. Разора стерли через все, что было. Ну, как бы кто-то же должен был умереть. Получилось, что Разор, пудж танковали. Причем, ну, пудж уже реально горит очень долго. А у него с каждым левелом все больше силы. И с каждым левелом у него все больше стаков. Четыре линзы уже в игре у нас присутствуют. Я говорю, чувствую, с глиммерами такое тоже было похоже. Их там вообще покупали, когда нужно и когда не нужно. Потому что они защищали вообще от всего. Тебе полная, чуть ли не полная уязвимость к магии давалась. Такой резист был бешеный. Ну, чуть фиксанули потом. Так, отправляют Фобоса. Но здесь уже еще один, это Сайлент. И в итоге бруда умирает. Блин, сколько же Сайлент поднимает денег за эту бруду каждый раз. Потому что бруда вечно окружнает. Ну, ботинь по Нетворсу. Ну, вот так вот он с пауков, наверное. Там уже косарик-то нафармил лишнее себя за эту игру. Так, что у нас пудж? Пудж у нас стоит за елкой. Делает вид, что он ниндзя. Ты вообще понимаешь, что еще скоро и год... Я! Он уже в радиусе! Нееет! Пожалуйста, пудж! За что? Да, вот это, кстати, крутая елочка. Просто очень здорово спрятался. И раньше он бы этим хуком мог не подцепить. А вот с линзой подцепил. Ну, с линзой все. Вообще никаких вопросов нету. И 12 уже силы. 12 сил. Смотри, я рисую. Там пудж. Ну, ФНГ говорит, нам нужно в это место поставить варды. Скорее всего, он имеет в виду. Ну, пудж что-то их нашел сам. Ну, тут... А, его попробуй убей. Он очень толстый. Бейн заслипал. Вот остается он. Еще и на Сайлент вернули назад. И сейчас Гадем поставит. Ой-ой-ой, полетел. Поехал. Как неприятно. Кстати, у Сайлента очень много. Гадем уже все равно делает. Но здесь уже бруда. А у брудки уже есть... Лол, Розор. Розор 34 хп ушел. Боже мой. Сайлент вгрызается. Его заслипали. Гадем, еле живой. Пудж хукает еще одного. Гадема забирают. Но остается Сайлент. Пудж. Дисмембера нету. Раскаст отличный. Пудж опять догорает. Да что ж такое-то? Да, ну и в итоге размен какой-то совершенно бешеный. Еще и Андершока заберут. И тогда уже в плюс для ВП. Да, еле живой Розор. В итоге в плюс, конечно, для ВП. Сайлент чудом выжил. Ну, по-моему, перебыковали здесь уже. Ну, единственный плюс для Пуджа то, что... Пудж, во-первых, заденаялся все-таки. Во-вторых, он опять наворовал себе еще три стака. Это еще три силы. Как бы потихоньку, потихоньку растет. Да, это пока три силы. Сейчас он вот получит левел, прокачает буквально флешки в один и от 14 превратится уже в 20. Ну да, да. Это уже будет 20. А потом... У нас даже не 20, а побольше. А потом еще больше. Еще и еще. 21. А еще и еще. Да, у него уже почти агоним. Но тут проблема, правда, для Hellraiser все равно в том, что, как мы видим, никакой статик линк пока не спасает от Свена. Слишком большой урон и слишком дохлый Разор. Он вообще не может стоять под Свеном. Свеном дают два удара и Разор уже все, мертвый. Да, нужно что-то потанковать, потанковать немножко. Но Саша Еш есть, может быть, какой-то армор там, Шиву пойдет делать. В Смоках стоят. В этот момент выход в пятером. Бруды нет. Выходит Разор первым. У него есть инвиз. Но на Разор нападать не очень хочется. Он все-таки плотноват. И его спасет пуш, скорее всего. Поэтому опасно это. У Года тоже есть линза, поэтому он плюется вообще с рампы на рампу. Чертого линза. Кто ее придумал? Покажите мне, Года хочу посмотреть. Да, Радиус там, но Лагуна еще ладно. Ну, короче, Аганим в свое время перестал давать бешеный Радиус, но придумали линзу. И он опять жесткий. Но Драгон Слэйв. Вот это действительно АОЕ так АОЕ. Почти как у Хука Пуджа вот этого. Боже мой. Да. С ума сойти. Ну, пока что ВП все еще, несмотря на перевес в счете, они ведут по золоту... О нет, они проигрывают по золоту, но Свен у них очень жестко оторвался. Ничего себе, не проигрывают 5000, несмотря на то, что Свен у них ведет 3000 над Розором. Ой, Лина. Находит ее. О, как неприятно. Ловит Года, и Года здесь будут убивать. А где же сейвы под сейвы? Нет, под сейвов Хукают. Фобоса его тоже убивают. И просто набирает силу наш Мистер Пудж. 15 уже прокачивает флэш-хип. Он прокачал флэш-хип сейчас на 2, и у него стало 15. Ой, Даззл, Даззл. А, 24, 24 силы, елки-палки. 24 силы. 16 стаков, 24 силы. Ну да. И продолжает набирать. Сейчас еще забрали одного. И что можно сказать? Очень здорово поймали. Опять же, это линза дота, это какой-то ад, потому что кастуется все с таких радиусов, там герои даже не подходят особо. Кентаврик пошел Пудж подъезд. Крипов все и так же есть в 2 раза дольше, да. Ну, кентавр переварен слишком быстро. Да, кроме всего прочего, это же дизейбл с БКБ на 3 секунды. Можно того же свена грызть очень долго. Его придется там либо прятать, либо что-то. А если он включит БКБ, его не спрятать же? Ну да. Действительно так. И хуки каждые 4 секунды по 475 дэмэджа. Это вот... Мы сейчас посмотрим. Но я боюсь, что это действительно имбаланс. А он пробивает урону БКБ тоже? Да, да, да. Что-то как-то жестко. Раньше, по-моему, он только этот пробивал. Только тем, что притягивал. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пуджа могут подцепить. Пуджа подцепить? У него 2200 хп. Ну, нет, Свен, конечно, может с этим делом разобраться. Пудж просто бежит. Он под соулкетчером Бара. Пудж начинает гореть. Ну, ему дают сайланс. И я, говорит, тебя джрал. Но потом передумал. Ну, поджрал его немного. Откусил кусачек маленький. Бара. Так, ну здесь Андершок ловит Сайлент. И Сайлент начинает высасывать дэмэдж. Это все-таки не очень приятно. Вот он теряет, 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 теряет. И уже меньше 200 остается урода. У Сайлента он уже не дэмажит. Ни хрена. А у Розора рапира в руке. Розора выбили Аегис. Сайлент, правда, все еще без дэмэджа. Хук пошел. И хуком попадает. Боже мой, какой же ты дикий. Лил, Грейв дает на себя. Продолжают грызть свина, Свен. Так он, да, не умрет. Да. Все, его добили. Вот и год. Тоже его на хука сажают последним. И худший в очередной раз поднимает кучу просто сил. Только на этот раз драка выиграна. А, сила на 50 увеличена, я понял. То есть, как-то так примерно сейчас это выглядит. Это какая-то тараска просто. 50 это больше, чем тараска? Ну, типа тараска со всеми бафами по хп там. И то все равно, по-моему, больше. Да, побольше будет. Как же много у тебя хп. 2 800 с одним аганимом. Жирный, жирный поезд, пассажирный. Но ему сейчас он, если купит себе еще какой-то армор, вот это будет конец для Вертус Про. Оп. Ой, он его вытянул слишком далеко. С заносом. Как рыбку из воды. С запасиком на берег. Ну что, тут уже пошел какой-то тотальный фит. Уже не знаю, что с этим пуджом делать. Он с аганимом, у него хуки просто как с пулемета будут выстреливать. Ну, знаешь, на самом деле, мы все ждали, что пудж с аганимом будет очень жестким. На самом деле, пудж с линзой, без аганима, он уже был очень жестким. А с аганимом это просто, ну, такой уже фанчик какой-то получается. Вот он кинул хук. В данной игре, да, ну, а он просто может их кидать, и что, у него мана-то много. А вот еще раз. А вось попадет. А вось попадет. А вот еще можно раскинуть хук. А вот этим уже попадет. Как он попал, непонятно, но... Понятно, да, Сарин пытается кого-то снова убить, но с него снова сосут весь дэмэдж. Фобус куда-то бежит. Его еще сожрали, поджрали. Он с плашом неплохо раздает, но дэмэдж на этом закончился. Еще один хук. А сейчас будет еще один хук, смотри. Так, Бруда подгрызает. Смотри, еще один хук. Стан, минус. Переключил армалетик, видимо, пуч. И заденавился! Как это? Как это получается, смотрю у него? Да, жестко. Прямо пустила голову. Мы-то выиграли, тем не менее, Virtus.pro. Что-то еще сейчас Бруду, наверное, заберут. Да, забирают Бруду. И год демо, кстати, можно подцепить. Не, год демо уже не получится, у него там блинг. Ну, драку выиграли, но все равно не очень понятно, что делать с пуджом. Силту он набирает. Что-то пингует, там пингует, мол, не знаю, что значит. Что-то значит, чем-то недовольно. Представляешь себе, теоретически, пудж может иметь столько силы, что он будет всех убивать с одного удара. Ну да, как это, обузая в хэллоуинский мод, там, Рошанов. Так, Лилл пытается уйти, но там такого радиуса, глимс, что за пень. О, что-то, мне кажется, Андершок здесь придумал. Так себе идею-то. Ну, отхиливается нормально. Ну, убивает, да. И не успел заслипаться, но, правда, под минус армором. И сейчас еще одна тычка. Ой-яй-яй. Ой-яй-яй. Как же Dragon Slay с бешевым радиусом? Нет, не пошло. Испугался год. Здесь уже нужно ему стараться набирать тоже какие-то предметы, потому что у него там, вообще-то говоря, очень мало всего. Хотя по такой игре не так-то мало. Он не сильно отстает, но Аганима нету. Нужен Аганим. Чтоб в Пуджа шваркать с Аганимом. 3000 хп у которого. Да, тут, по-моему, уже бесполезно шваркать. Не, ну, хотя бы так. Ты знаешь, что, 3000 хп треть будешь отнимать. Сейчас ультимейт Лина отнимает Пуджу. Какие-то краполи, потому что сопротивление маг-урона у него 43%. И там что-то вообще не чувствуется. Да. Так, хоть что-то будет. Ну, пока еще, да. Пока еще 3000. С этим еще можно жить. Короче... Только FNG в очередной раз его цепляют. Да, навешивают. Ультимейт, там FNG умирает. FNG, что-то игры не идут. Первую закончил значение 2.10. Тут уже 1.11. Я вот вижу первую игру, где Dota реально сломалась. И где уже все поняли имбу этого патча. Это Линза. Потому что это получается что-то из серии таких, знаешь, безконтактного боя какого-то. Все издалека. Милишники сосут просто. Я не побоюсь этого слова. Но это жесть какая-то. Тут все кастуется на таких вообще бронежах. Ну, так и есть, да. То есть, добавляя Линзу, естественно, невозможно было никаким образом протестить до конца имбалансность этого предмета. Это можно было выяснить только путем проб и ошибок. Вот в играх в Dota... Ой, какой хук опаснейший сейчас был. В Dota балансили очень долго рейнджи скиллов. Добавляли, отнимали. И этому уделялось очень много внимания. Той же Линне, можно напомнить, что один из бафов ее, почему ее начали брать, это был баф ультимейта на радиус с аганимом, когда она шваркала с огромного рейнджа. И баф Драгонслейва. С ультимейта убрали, Драгонслейва оставили, вот этот огромный радиус. И все, типа, ее пикать начали по этому поводу. Ну, были и другие бафы, конечно. Шейкеру подняли фиссуру, на него тоже обратили внимание, рейндж именно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. А здесь получается, что один предмет он сразу всем... Шейкер, кстати, вообще тоже рад будет этой линзе. Да, Шейкер там будет очень сильно рад. Сейчас будет какой-то замер. Так, нашли Пуджа. Пудж, дай хук. Угадывает, но у него 4 секунды колдаун. Целых 4 секунды. Подвинь паука, говорит! Черт! Подвинул, спасибо. До свидания. Так, ну этого-то он друга, может, и убьет, а дальше что делать со Свеном, который откусывает от тебя кусманы? Оп! А зачем Свена, когда нужно Дазла? Тащат к себе. И еще один хук. Мажет хуками, мажет. Так. Горит, горит, Лио выходит. Смотри, что происходит вообще! И нужно добить. Да. Добили богоподобного Пуджа. Богоподобного Пуджа, подняли кучу денег, но и... Все, HellRaisers драку проигрывают. Очень много намазал хуков здесь, товарищ Пудж. Если бы он попал, парочку из тех, что промазал, они могли бы выиграть траку. 5к отыграли, идут в атаку. Да, тем временем... Ну, у Рошана все еще нет, это, конечно, проблема. И на ХГ против такого Пуджа тоже тяжко заходить. Очень. Вообще забей. Непонятно, как это делать. Там вообще даже не получится стоять где-то в сейф-позиции, потому что радиус слишком большой и тянет слишком далеко. Ну, хотя бы что-то снести. Да, Пудж в любом случае забрался еще пару стаков, 55. Но можно, можно с ним пока разбираться еще более-менее. Опять же, Пудж, который не купил себе на все деньги, там, какого-то эвэйжена армора, он убивается. Вот когда он себе купит какой-то эвэйжен армор, это будет конец. Ой-ой-ой, Салента. КТМ ловит Салента, Салент вынужден провязать БКБ, 7-секундный, тоже важный момент, чтобы БКБ все меньше и меньше. Или оно еще 8-ми было, сейчас будет 7-ми, наверное, да. Ну да, уже 7-секундный осталось после этого юзания. Приближается Салент к 5-секундному, а там опять будет не очень приятно, пока он может хотя бы не гореть, не вонять, не застревать в каких-нибудь филдах всяких. Фобус зато фармит себе БКБ, будет свеженько у него, но правда на Фобусе в этой игре, по-моему, всем плюс-минус пофигу. Ну у него, да, очень маленький надворст, шоу-шадоу-демон только меньше, шадоу-демон вообще просто страдает. 1700. Бедный-бедный. Он даже линзы себе купить не может. Он купил Клоку, но хочет, видимо, линзы купить. Но боюсь, что это может вообще не получиться у него. Ну да, обычно собирают какие-нибудь арканы, мол, не такие дорогие, а потом еще два дешевых, более дешевых айтема для линзы. А тут он купил себе Клоку, но все остальные артефакты для него это непозводительная роскошь. Так, ну что? Ашар странненько играют, как по мне. Их всех убивает один Свен, все остальные там постольку-поскольку, и они вообще не берут ни гастов на саппортах, ни каких-то арморов на кор-героях, ни Шиф, ни Керас, ни Владмира, ничего нету. Как бы Свен рад таких пилить, на самом-то деле. Так, Рошана скоро появляется. Уже очень скоро. Ну, на Рошана тоже тяжко заходить будет в ВП, только если они какую-то драку выиграют. Потому что по-другому здесь никак. Путш, кстати говоря, еще не получил окончательный свой левел, 16-й, который даст ему... Ну, у него там сильные прибавки, конечно, потом даже идут. Все-таки 3 за левел он получает силы, 3,2 даже. То есть за каждые 5 левелов он еще одну дополнительную берет. Одна из самых больших прибавок, там, конечно, не какой-нибудь, кто там сейчас больше имеет. Кентавра больше вроде, но это одна из самых больших, да, так что... О, эти хуки, боже мой, страшно. Чертов пулемет. Через речку. Да, теперь с блинком. То есть с блинком теперь он вообще потенциально может за такой километр вытянуть персонажа. Ну, не знаю, я вот... Чё-то мне кажется, он слишком аркадно играет. Ему надо было бы в кор выходить какой-то. То есть Шиву купить, возможно. Просто армор тебе плейтмейл это даст с тремя кусками ХП? Ну, конечно. То есть ты берешь плейтмейл и с него делаешь Шиву. И ты в драке Шива плюс Рот всех замедляешь в мясище. Так, видит Пуджа. А у него разгон и попытка убить Пуджа может получиться. Ого-го, он залез наверх. Да, его затолкали наверх. Ему кого-нибудь сюда хукнуть, а он не может почему-то. Или не хочет, или нет. Его видят там, его там пинают, а рядом с ним он как мак этот стоит. О, короче. Который взлетел вообще куда-то. А как он туда попал, я не могу понять. Его, по-моему, захукнуло, наверное, я не знаю. Ну, наверное, да. Как еще? Почему он взлетел? Когда убили Пуджа. Как Дэвид Блэйн просто. И че он тут стоит теперь? Офигительная история. Блин, Дота продолжает удивлять и радовать. Ну, а че ему делать? Блин, он так еще нелепо выглядит, конечно. Ты играл в Dungeon Keeper игру? Старая такая. Ну, да, я видел. Вот он похож на самого главного демона оттуда. Как это он назывался? Рипер, по-моему, или че-то такое. Так, тут нападение Разора на всю команду Virtus.pro. И он, кстати, еще и выигрывает. Ну, как выигрывает? Не знаю, че Virtus.pro стесняются. До прихода. Ой, ой, Свен замедлился. А вот и Пудж! А вот и Пудж. В последнее время уже ничего полезного не делает. О, хукает таки Лину. Вот это дисмембер. Он ее жрет. Просто ее жрет. Кстати, говорят, там разваливаются хайеры. Видимо, понятно, почему стеснялись они. Потому что не стоило он того. Хотя, нет, погоди. Лина-то была с Аегисом. Саленту дают Глин. Глинас. Ему дают Гривас. И он живет. Как он нарезает-то под Глинасом? Боже мой. Да, очень больно Пуджу. Пудж вообще просто расклеился там. Рассопливился. Ну и все. Умирает. И Гадем. Остается один шачло. Он с гемом был. С гемом был Гадем. И забирает Гадемовский гем. Так, а что по байбекам они потратили там? Да, Разор байбекался. Но остальные не байбекались. Ладно, еще более-менее. Но драка, конечно, такая себе. Да, опять 2000 ВП выиграли. И... Ну, они отыграли все преимущества. Пока что. Но Свен очень жесткий. Он под Глинасом и Гривасом. Что бы это ни было. Но разваливает он очень жестко. В смысле? Это Глимер и Грейв. Глинас, Гривас. Глинас. Да. Он под этим. Господи. Под Сулкетчером он там Пуджа просто изничтожил. Там вообще что-то дамедж дурной. Но опять же... Армора нет. Купить армора себе, да? Да, армора нет. Это проблема. Плэкмейл бы сейчас ему повысил где-то до полтинника сопротивление физики. И сразу стало бы поприятней. Еще можно было бы задуматься о госте. В конце от концов. Все-таки Свен диффузов не имеет и вряд ли будет иметь. Ну и что у нас ВП? Ждут, когда выйдет Свен. Да, их уже можно понять, им не очень страшно. Вот. А Пуджу должно быть. Но Пуджа нет денег. Чтобы что-то заиметь себе еще. Да все, он уже бичует. Он теперь ничего не сможет заиметь, скорее всего. Но мне кажется, что Хайро эту игру скоро проиграют. Да как он так хукает? Не могу этого понять. Так, тут раз каст. Пудж. Возвращают. Шадоу Демона. Ему дают Грейв. Он пытается убежать. Свен ультанул. Но Шадоу Демон вытягивают. Барус уходит с Хука. Здесь же ФНГ, ФНГ, Хукается Паучок, Паучок. Боже мой. Опять проназается. А Огр, а Огр-то еще здесь? Так, да, смотри. Тут свапают. Шадь Слоун уходит. То не уходит, потому что ультимейт Лины таких не отпускает. Огр все еще тут. Пробил. Тусуется здесь. Он тут до конца окна, что ли, будет стоять? Ну пока там не переманит в кофту. Огр-чародей. А, вот он почему поднялся в воздух. Ну, конечно, он же чародей. Он и есть, Дэвид Блейн, в принципе. Притом, обрати внимание, у Virtus.pro нету никакого... О, Свены как хукают жестко! Ну, то есть здесь Лил рядом, Лил. Он может подсейвить. Но его высасывают дэмэдж и просто там все сбывают свина. Где подсейв? Боже, его просто похоронили. А Лил не успел дать грейв. Лил не успел, да. И Пуч под минус армором. Разор включает БКБ, но его просто руками продолжают месить. Пуч ходит с блинка. Хук был сейчас жесткий. Так, и накидываются. Пуч остается один. Он без МП. Фортификейшн есть. Да, используют его. Лина, чтобы здесь так сильно не разбивала. У Лины все-таки Кираса, кстати говоря. Возвращают Даззла. Даззла закрывают. Он пытается в Глиммере выжить. Будет ли Хук? Хук! Какой же рейдж. Просто дурной рейдж. Год пытается спасти Лилы. И Лил сможет дать все грейв. Но это еще немного силы для жаробаса. Да, жирненький получает еще и гем. А вот гем неприятно, да. Гем вываливается после смерти. 60 силы. Уже имеет у нас 3200 хп. Ну, хп, вот эти 200 хп, ну господи. Свеной на эти 200 хп лишнее. Катапульту Хукану. Да пофигу, да, да. Пока не додумается купить Шиву. Притом там еще и Даззл. Даззл, да, да, да. Тут же было 6 минус 25, что-то такое. 6 минус 25, еще плюс под соулкетчером. Тебе не жить. Ну да, там ты на 3 удара на самом деле для Свена. С одного крита можешь лопнуть нас. Так что надо брать Шиву. Обязательно. Да вообще им нужна и Шива, и Кераса. Ну вот Шиву фармит себе Разор. И у него уже есть Плэтмейл и Рецепт. Вот там еще нужно купить Брю. И Керасу фармит Бру, да. У нее есть уже Гиперстолны Плэтмейл. А, понятненько. Странно. Ну блин, свари, свари, чертов этот. У тебя есть Аганим. Свари, чертов. Лотус? Лотус, и ты будешь жахать Лину, даже если она включит БКБ. А у нее БКБ нету. Свари, Лотус. Свари его. Варим Лотус, пацаны. Ну да, да можно просто купить армор. Не, это не страшно. Это нормальный предмет, он дает армор. Пока не хочет он этого делать. Хочет что-то другое, возможно, за 2600 приобрести. Сейчас мы удивимся, мне кажется. Огр пропал, Чародей, где ты? Его больше нет там. Ну вон там, вместо него теперь Волк бягает. Да, но Огр, Чародей был хорош. Да, но он там реально затусил сверху неплохо и поднялся. Самое смешное, что я понял, что у него в Virtus.pro нету никаких больше доминаторов, кроме вот одного у Салента. Это был единственный Огр, Чародей. И после вот этой драки, здесь непонятно, я смотрю, как Салент идет по линии, а на нем армор Огр, Чародея. Я просто понимаю, что когда они оказались рядом с ним... Он кастанул. Он кастанул, да. Возможно, у него на автокасте стоял. Он как будто вылепил. А там можно автокаст поставить? Автокаст можно поставить, да. Будет всем раздавать. О, какой хук сейчас был опаснейший. Опаснейший хук. И возвращают ФНГ, и его тут начинают убивать. Но он гринер. Пошел разгон. Выигрывает, выигрывает позицию. Ультанул Салент. Хук снова в никуда. И вот Салент сейчас может начать убивать. Что-то как-то пока... Ой, как все не при... Что это за хуки? Просто кидает их куда-то. То, что кунгнал 4 секунды, не значит, что... Картинка с Дэнди. Ой-ой-ой, как там нарезало? Просто двух! Он убил двоих людей. Лол, он даже БКБ там не включал. А, нет, БКБ уже нет, но неважно. Да, и без саппортов-то отбиваться очень тяжело. Ульт, конечно, был очень плохой от Дисраптора. Пуш по-прежнему не может попасть к хукаме. Но вот эти все... О, все, попал. Красавчик. А почему они отступили-то? Не знаю, они вообще с брутой погнали сейчас зачем-то. Там гемофобус. Да, убили бруду. Рошана-то все равно нет. Рошана нет. 70 секунд нет бруды. Но два саппорта выйдут. И так прогадил свой ультимейт Дисраптор, так его плохо скастовал. Там его ультиводят и саганим, он мог вообще не дать ничего сделать. Длительность хорошая. Тут нужен и ул еще какой-то, чтобы можно было поднять хотя бы одного героя и под ноги ему положить. Так, руну волшебства. Почему-то ее берет Свен. Ну, непонятно. Кулдовать будет. У него кулдаун 56 секунд на ультимейт. Может быть он хочет сейчас завязать кулдаун. Ну, точнее ультимейт. И потом еще завязать ультимейт. Ну, возможно. Да и далась на линии. Тоже поняла, в чем секрет успеха. Ну, очень нужно дособрать Кирасу, Шиву и Владмер купить, в конце концов. Против всего вот этого. Но Путш 3900, боже мой. Радик, что ли, какой-то. Тараску сейчас купит. Тараску. Ну, это юзлис, вливание денег. Потому что Тараска тебе не даст так много. Она даст тебе много хп, конечно. Еще тысячу. Но эта тысяча слишком быстро будет улетать. Без армора. А вот с армором, твои три, они будут поценнее. Ну, естественно. Так, Лину готовы цеплять. Можно еще было бы задуматься о блейдмейле, на самом деле. Лину готовы цеплять, Лина Монсу. Вот он мог бы купить блейдмейл и блейдмейл. И вот это было бы жестко. Ему было бы так пофигу. Просто ждешь, пока у Свена кончается ультимейт. А, точнее, не ультимейт, а БКБ. А это уже недолго, потому что 5 секунд. Дальше ты подрубаешь блейдмейл и пошел. Свен сам себя тебя убьет. Лина себя убьет. Все себя убьют, потому что у них у всех вместе столько хп нету. Да, можно даже плейдмейл не покупать, потому что какая разница, если у тебя, ну... Не, все равно не помешает, на самом деле. Ну, чтобы просто дольше жить там. Так, смок разбили. Интересный факт. У Свена... БКБ нажимает, спалили. Годемо в секунду минусует. Высасывает неплохо демэдж. И Свен есть кого-то не того. Надо было, конечно, есть Свена. Кукает тоже кого-то не того. Потому что пофигу всем на Фобоса. Ну и что, тут огромные проблемы у HellRaisers, да? Да, Бейна убивают в спине уже. Там Год его просто сейчас не простит. Год, кстати, да и Далус. Пуджа тоже убивает, но это ГГ. 14.88 крит. И... 14.88? Да. Хорошо, хорошо. У нас... У меня вообще часто такие криты символичные в концовках игры бывают. 6.66 был крит. На ВК один раз. Сейчас 14.88. И... Ну да, как-то они странно вышли. Надо сейчас либо байбекаться, либо отдавать бараки. Ничего не другого делать не хочется. Да, тут же можно ничего не делать. Потому что смотри, как много проигрывают они. И Пудж был со всеми этими деньгами. Ты представляешь? Он купил ГОСТ сейчас. И он купил ГОСТ. Ну, как бы, нормальный итем, но надо было чуть раньше его купить. Вон он. ГОСТ и байбек. Come to Pudge. Ну, там пофиг. Там уже Солар Крест и Крик Свена. Чё-то он мажет по стоящим людям. Свен даже не двигается. Хейт, хейт, щупает. Ну-ка ещё раз. Хейт. Нет, чё-то не пошло. Вот, катапульту. ВКБ Свен. Свен уходит. Здесь же Лина. Хук. Что происходит вообще? О, вот это комбинация! Да, и Пудж пошёл. Сейчас Пуджа там разломают. Он начинает есть с Айлента, но, по-моему... Да, это так себе. Ну, три удара. Три удара, три тысячи хп. По тысяче хп за удар. Я причём уверен, что там критов даже не было. Потому что были бы криты, он бы его просто срубил. Ну, так у Свена 600 дэмэджа, на самом деле, слабо под ультом сейчас. 600 урона — это просто урон. Ну да. Криты. И там под минус армор, под соулкетчер хорошо заходит. Ху-ху, там так заходит, что... Он, правда, он с одного крита мог умилеть, если на нём на стаке было бы много минус армора и соулкетчер. Один крит на полторашку и всё. Минус три тысячи хп. Игра, конечно, очень интересная, но... Немножко нелогичная. Длилась 45 минут целых. И Virtus.pro выиграли, это значит, что у нас будет третья игра решающая. Ха, я уже забыл. Мне такое ощущение, что эта игра шла не 45, а 2 часа. Год. Да, я думал, что уже всё тут... Никакой третьей игры не будет. Какой-то гранд-финал, какого-то турнира, и сейчас мы все пойдём на автопати после этой игры. Или что-то. Типа того. Настолько она была жёсткая какая-то. Ну, игра реально жёсткая. Ну что ж, уходим на небольшой перерыв и вернёмся через пару минут к третьей игре.